Я сейчас расскажу вам о содержании моего эксклюзивного мультитренинга, рассчитанного на 7 дней. Важность его в том, что мы займемся экологией вашего внутреннего мира. Эксклюзивность его заключается в следующем. Его всего три этих тренинга по весне. Потому что это большой объемный тренинг, который потребует от меня больших эмоциональных, душевных затрат. Я его делаю и для себя, потому что мне нужна обратная связь. Ведь вас как человека часто мучают сомнения, какие-то переживания. Вроде вы из жизни не удовлетворены, живы, практически здоровы. Но так же, как и все, но все же вот вы не удовлетворены. А я хочу оставить после себя тех людей, которые понимают смысл этой жизни. Ведь каждый человек хочет разобраться в себе. Понять, почему все это происходит не так, как хотелось бы. Удивительно то, что каждый человек задает много вопросов, а вот ответов не находят. А если приходят в мысли какие-то в голову, то они еще дальше загоняют человека в жизненный тупик. Я с вами разберу содержание тренинга. Вот вы подождите, я прочту каждый день. Но мы научимся находить смысл содержания нашей жизни. Ведь от неудовлетворенности жизни человека приходят разные психосоматические симптомы. Они, эти симптомы мерзавцы, еще больше портят качество жизни. И человек падает в депрессию, вот эту петлю. Человек захватывает беспричинная тревога. Ему ничего не хочется. И он практически ничего не делает. То поймите, и вот он ищет, куда бы спрятаться. Человек от этого петли депрессивной уходит или в запой, или в какие-то болезни. Одним словом, не живет, а мучительно, мучительно выживает. Но ведь так хочется легкости и радости в жизни. А я это знаю, как достичь. Я поделюсь с вами. Я донор. Так вот, мой эксклюзивный мультитренинг и восстановит экологию вашего внутреннего мира. Жизнь ваша окрасится в многоцветные разные краски. Наполнится звуками, даст прекрасные ощущения. Вы научитесь владеть собственными эмоциями, как я. А это значит и настроением. А как результат, повысится качество жизни. Почувствуйте свое тело. Снимите физические и эмоциональные зажимы. Вдохнете полной груди. Вот этот морской воздух на берегу Черного моря. А негативные, разрушительные убеждения растают под солнцем города Сочи. Вы поймите, ведь слова-образы, которые наполняют вас, они негативны и разрушительны. А мы же их превратим в конструктивные, наполненные смыслом и целями образы. Вы откройте для себя вот азимут своей собственной жизни. У каждого свой азимут. Каждое направление. У каждого одинаково. Мы не рабы или какие-то солдатики. А когда вы научитесь ставить цели, то вы и проложите маршрут к этим целям. А вот внутренняя речь. Вот что у вас там за собрание этих каких-то подонков, как говорит Жириновский. Вот они сидят и гнусь, савят и портят вашу жизнь. А наша внутренняя речь будет вас мотивировать к жизни. Ваша либидо увеличится. Либидо – это такая жизненная энергия. И как результат вы узнаете, как и что делать, как и что делать, чтобы мысли материализовались. Вот этот мой мультитренинг. Он состоит из семи дней. Денежку я за него беру совсем маленькую, потому что я получаю удовольствие и удовлетворение. Я его буду проводить в феврале, в марте и апреле. Надо собраться с силами и энергией. Может быть осенью еще. Итак, что же мы будем делать в первый день? Первый день. Когнитивная карта мира, которая у вас получила искажения и ложные ощущения. Мы ее в детстве начинали рисовать. Мы ее поправим. Получим полное сенсорное восприятие реальности. Научимся отражать эту реальность. А наши образы ассоциации, вот как свежий морской ветер, очистит ваше правое полушарие от негативных, ложных образов. Вы почувствуете свое тело. Осознаете каждый мускул и сустав своего тела. В здоровом теле здоровый дух. Научимся релаксации. Восстановим координацию движения. Это очень важный первый день. Первый день как бы очищает вашу когнитивную карту мира. Второй день. Будем учиться создавать эмоции. Мы же хозяева своего настроения. Выбирать достойное амплуа на сцене жизни. А то какого-то нытика выбрали, амплуа или неудачника, которого все пинают. Мы достойное место на сцене жизни найдем. Потому что весь мир театр и люди в нем актеры. Начнем вести беседу со своим гипоталамусом. Гипоталамус вы узнаете, что это душа человека. На канале вы можете посмотреть ролики про гипоталамус. И самое главное, вы научитесь верно, как хороший бармен, верно смешивать коктейли в своем организме, чтобы железы внутренней секреции работали на вашу пользу, а не создавали разрушительные симптомы. Поймете, что такое состояние транса. И снимите эмоциональные зажимы. Вот сколько работы на второй день. А третий день? Третий день – это невербальный язык собственного тела. Своим собственным телом вы разговариваете со своим подсознанием. Потому что только тело может проникнуть в разговор с подсознанием. А заодно и научитесь читать язык жестов других людей. Посмотрите, как некоторые артисты-то, жесты их показывают одно, а они говорят другое. Но самое главное – мы снимем физические зажимы. Потому что то на грудь давит, то горло сжало, то ноги ватные, то хвост отвалился. В общем, используя транс и релакс, мы научимся снимать физические зажимы с тела. Четвертый день – вот здесь мы будем, как говорится, следить за базаром. Будем контролировать свою вербальную речь. Поймите, у вас там такой базар, за который там половина пострелять этих собеседников нужно. Они приносят ложное убеждение. А мы вот займемся экологией этой вербальной речи. Создадим индивидуальные аффирмации. Ну, совсем не так, как их рекомендуют в интернете. Там так это немножко для лохов. И самое главное – этими аффирмациями мы сможем посылать команды гипоталамусу. Вот пять граммов там такого части мозга. А который мозг, этот гипоталамус, является штурманом работы всего организма. И желез внутренней секреции, и метаболизмом, и теплообменом, и даже сексуальной энергией. Ну, вы узнаете про это больше. И, конечно же, здесь будем использовать аутотренинг для перепрограммирования своей операционной системы. Глюков там нахватали. Надо перегрузить. Пятый день. А вот это мы работаем с вашей идентичностью. Идентичность каждого человека – это есть эпицентр жизненного цикла человека. Вот я набирал свою идентичность, я хочу ею поделиться, открыть ее перед вами. И вот, собирая эту идентичность в течение всей жизни, начиная от школы, книжек и всего прочего, мы стремимся к самосовершенствованию, к саморазвитию. А вы прошли этот путь? Вот давайте подумаем об этом. И, конечно, поговорим о либидо. Либидо – это не так, как говорил Фрейд, сексуальная энергия. Либидо – это психическая энергия, которая побуждает человека к любому виду деятельности. Вот она и сублимация сексуальной энергии. Она, эта сублимация, мотивирует человека к успеху. И самое главное – поговорим о развитии интуиции. Интуиция присутствует у каждого человека, особенно у женщин. Но ее нужно уметь читать, слышать ее подсказки. А то она говорит, а вы так не слышите, что она вам говорит. И научимся слышать, что нам говорит интуиция. Разовьем свою интуицию, потому что это важная вещь. Подсказка через интуицию нашего подсознания. А подсознание – это для нас Бог-космос. Шестой день. Мы будем заниматься духовностью. Все, что выше идентичности. Я не занимаюсь здесь религиозными какими-то изысками. Духовность – это вот эта система, образующая функции личности человека. Вот его стратегия взаимоотношений с другими людьми, с социумом. И как результат – материализация собственных мыслей. Потому что когда мы развиваем интуицию, когда мы набираем идентичность и работаем в духовной части нашего развития, мы можем материализовать свои мысли. Ну и седьмой день – разумный эгоизм. Да, эгоизм разумный – это является мотивирующей частью нашей жизни. Потому что мы все хотим жить и хорошо жить. И этот разумный эгоизм приводит к любви к самому себе. Мы должны полюбить себя. Но от этого, от разумного эгоизма, от любви к себе, мы идем к альтруизму. Помните? В излюбии ближнего своего. А вы-то себя любите? Вот вопрос. И как результат мы пропишем сценарий собственной жизни. И поставим цели, проложим маршруты и тем самым скорректируем свою судьбу. Изменим многое. И помните у Заболоцкого. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. И этот тренинг направлен на это. Встречаемся в Сочи. Не прозевайте. По весне всего три тренинга. Три раза я смогу провести. Потому что больше мне не хватит энергии и сил. Это сложный тренинг. Затратный энергетически. Но дам я вам больше, чем те 20 копеек, чтобы заплатить.